всем привет с вами проект soul finder и сегодня мы продолжаем знакомство с очередным представителем линейки gt самый странный представитель неожиданный air zoom gt hustle 2 рубрика вам кроссы нам контент сейчас в огне спасибо заказчику он получил бесплатную доставку для этой пары а мы получили контент для нас для всех почему самое необычное ну как вы уже могли прочитать название зум хасл 2 но не было зум хасл 1 были всем полюбившийся gt ран и все ждали ран 2 но ран 2 не появились появились хасл 2 странно конечно да была первая модель а вторая модель появилась уже с другим именем в общем не важно это наверное самое любопытное на старте связаны с этими кроссовками второе это расцветка первая расцветка появившиеся это отсылка к nike tallaria такие кроссы зум товаре кроссы года 97 модель которая была представлена как бы такая лайфстайл бег в любой момент бери стартонии но не бег чистом виде марафонский на такой по пересеченной местности и вот именно эта расцветка отправляет нас прямиком в архивы и эти архивы показывают нам не самый лучший для баскетбола материал ну хуже только наверное на харденах 7 желтого цвета предположу вот этот вот материал теннисбол он также встречался на некоторых других моделях бренда например гипермаксах ну там было вообще трэш то есть там полностью корпус был выполнен из этого материала и любой след просто все до свидания кроссовки но это не столь важно данная модель также попала попала наверное наверное это правильное слово на ноги к виктору в мбаньями и виктор сейчас яростный представитель яркий представитель этой модели потому что все остальные это там бен симмонс и прочие ребята которые особо не блещет вот виктору выпало честь или участь именно гонять в этой паре а вдобавок ко всему у меня 12 размер в руках а вдобавок ко всему у него 20 с половиной размер это примерно вот столько и найки долго сомневались не знали что ему давать видимо у них был какой-то консилиум и они решили вот эту модель выпустить непосредственно для него и черно-белая расцветка которая появилась но одной из первых она была такая с пометкой виктор и все таки о да класс но мы-то эти кроссовки увидели еще до того как виктор появился в в нб и на драфте и подписал контракт с найки конечно же хотя может быть это устные договоренности уже были до этого я этого не знаю но я их видел до официального представления нового игрока бренда поэтому джетти хасл 2 появились на горизонте и врываются в новый сезонный расцветок достаточно много уже именно для игроков player edition of джетти ран были но все больше их не будет и так давайте чуть детальней еще раз вот этот материал похож на теннисный мячик не только цветом но и своей бархатистостью внутренней внутренняя грань практически не имеет выступающего протектора есть небольшой захлест на носовой части небольшой выступающий аутриггер с внешней стороны еще как правильно заметили наши подписчики в telegram telegram кстати ниже вот этим профилем кроссовки очень сильно похожа на джордан суперфлайт 2017 года я даже вот так вот сделаю и вы можете сравнить это очень близкий контур и здесь два выступающих элемента ну как бы в роли аутриггера не имеют такой уж выступающей грани имеют небольшое закругление без протектора и вот эта грань она конечно же подсказывает нам что все же наверное не для очень быстрых игроков данная модель предназначена хотя я почитал заокеанских коллег они все склонятся к тому что больше все же эти кроссовки подходят для разыгрывающих не знаю просто конструктивное строение мне говорит немного об ином носовая часть нечто вроде сеточки вот с такого ракурса это чистая талария но здесь сетки нет как таковой вентиляции не будет запаянный элемент большой и шнуровка шнуровка и вот эти грани нам напоминают не только джордан суперфлайт 2017 года но и харден и сидимые конечно же та самая куртка без которой легче плавать и шнуровка 5 петель здесь две петли с одной фиксирующей две петли но они на одной линии находится поэтому 2 просто для максимального натяжения мы видим некую перфорацию на язычке с внутренней стороны с ушек с внешней стороны с ушек и в области пятки nike написано стилистике флайта тот самый суббренд nike который благополучно забыть профиль кроссовок скорее мидкат то есть как и раны и вырез для ахилла не совсем стандартный и в принципе такая пухловатость этих кроссовок ну в общем то выглядит неестественно на мой взгляд для кроссовок 23 года тест на пятку показывает нам в каком в каком формате идет проминание до пятка очень хлипкая то есть я ее легко сминаю нет нет меня не оставили на второй год 28 раз я не в первом классе учусь и мне легко дается это упражнение просто потому что кроссовки такие у них пятка как таковая но она не выражена то есть я ее могу промять практически в любой точке даже в нижней части где что-то вот такое тверденькое но она маленькая даже здесь я легко могу нарушить геометрию этих кроссовок но на втором башмаке это будет более наглядно подошва что у нас по подошве не совсем естественный на мой взгляд для баскета рисунок протектора так его назовем на строение протектора потому что вот эти вот кружочки ну в общем то такие пятна зоны без сцепления все же будут образовываться но они ближе конечно к средней части стопы в передней более-менее все нормально здесь елочка кругляши но айси соул а здесь лимонейд соул это я только что придумал в области пятки поэтому покрутиться тоже можно будет и здесь промежуточная пена а внутри баллон штробель зум штробель вот на 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 всю длину стопы примерно такое мы уже с вами видели много раз такой впервые появился на кивинах дюрантах какого-то года кивинах дюрантах по двенадцатых и поэтому сейчас мы до него доберемся что еще видим большой логотип найки в стилистике flight огромный язык я покажу вот так вот для сравнения вот моя ладонь вот я ставлю на границу и вот примерно столько еще дополнительно это ухо зачем так сделано не знаю возможно для дополнительного облегания стопы но материал на самом деле не очень приятный такой неопрен грубоватый что с внешней что с внутренней стороны внутри у нас бумажку которая забыл достать и сапожок примерно на 40 процентов длины стопы и пятка та самая пятка который я говорил вот я не стал показывать на башмаке в котором есть шнуровка и бумага я решил показать на этих кроссах как у них вообще с сопротивлением кручению вращению значит на сгиб они работают очень легко я знаю что в интернете есть видео более жесткие но я делаю это без напряга и в общем то с уважением к конечному получать ли этой пары мы все же не договаривались я буду крушить тем не менее я делаю очень легко рукой загиб кручение без проблем вообще никаких проблем нет причем я могу это сделать даже в передней части стопы в общем то примерно так же могла сгибаться товаре в оригинале и что любопытно когда вы смотрите сверху увидите огромный тут вот колодец который в общем то не может нормально фиксировать стопу просто потому что он даже естественным образом просто широченный ну для слоненка маленького а когда вы изгибаете посмотрите насколько еще расширяется корпус в общем то вот этот огромный колодец легко позволяет нам показать все внутреннее строение пяточной зоны да здесь есть набивочный материал но вот этот грань срезанная она грубоватая я думаю что могут быть у кого-то нюансы с короткими носочками внутри надпись nike 002 002 это как бы вторая модель в серии но опять же предыдущие были раны а это хаслы стелька что-то похожее мы уже с вами где-то встречали и вот этот вырезанный контур как раз нам показывает что внутри штробель еще раз логотипчик крупным планом и сам штробель да это хороший баллон по всей длине стопы он пришит по периметру и в общем то проблем с этим никаких никаких быть не должно если вас не смущает то самое отсутствие сопротивления кручение ригидность любыми словами которыми вы можете называть их эти кроссовки не соответствуют на мой взгляд параметрам профессиональной баскетбольной обуви если взять в расчет что это вообще-то одни из самых дорогих баскетбольных кроссовок на данный момент ну не самые дорогие но они находятся в топ 20 процентов дорогих кроссовок nike 170 баксов в штатах где-то там lebrone 200 долларов а вот мы видим gt hustle 2 которые в общем то не имеют никакой истории ценность них постольку поскольку несмотря на то что добавили вот этот цвет я считаю что это оверпрайс ценник таким кроссовкам ну в общем то как фриком каким-нибудь фрике я думаю вот где-то jama rent рядом только из-за штробеля можно реально поднять эту цену но все остальное минусит друзья с вами был серж внизу в описании к видео вы найдете ссылку на нашу группу вк только там выставлены товары которые мы можем вам организовать бесплатной доставкой бесплатная доставка подразумевает что вы оплачете только кросса мы их привозим в москву бесплатно снимаем бесплатно привозим снимаем видео и высылаем вам в первозданном виде ну так чуть покрутили повертели это выгодно скидка от трех до четырех тысяч рублей ну в среднем по больнице поэтому рекомендую перейти по ссылке в описании посмотреть если что пишите больше видео тогда будет с вами был серж до новых встреч